Все что ты увидишь в этом видео чистое безумие. Не повторяй этого в игре. Ну а если хочешь получить максимальный выхлоп с оружия за конфетти, тогда повторяй. Погнали! Для начала делаем конечно же оружие. Всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем выживать в Ласт Дэй. Если ты не видел прошлое видео, обязательно его посмотри, чтобы для тебя все было более понятно в этом ролике. Ну а теперь погнали! Предупреждаю тебя сразу. Это прям ну очень долго. И это самый крутой способ в игре, как оптимально потратить вот эти конфетти и выжать максимум опыта ярмарки. Соответственно, если ты хочешь прокачать ярмарку, догнать, да, тебе надо пользоваться этим способом. Полицейский участок, ты понял, да? Мы с тобой выяснили уже в прошлом видео, что труба это самая крутая вещь. Без вариантов. И чё? В лаборатории Генезис, допустим, в бункере Браво очень сложно будет стелс найти. Реально, ты не сможешь ей бесконечно бить стелсом. Плюс, там бронированные застранцы. Где можно ей классно бить стелсом? В обычных ресурсных локациях. Но в них не будет увеличенного опыта в два раза. А вот в полицейском участке в два раза больше. Плюс! Всегда! Стелс! Ёлки-палки! И чё? Ну и всё. Чё всё? Всё? Ха-ха-ха! Чё делаем после этого? Бежим, разагреваем. 10 ходок? В моём случае с моими модами на трубе 470 очков. Насколько хватит? На очень много. Выходим в глобал и заходим назад. Хочешь, можешь через логаут из игры. Ну какая фиг разница? По времени будет то же самое. Это максимальный выхлоп. Посмотри урон у трубы. 31. То есть со спины будет у меня 93 урона, да? Я их выдаю, ёлки-палки. Ха-ха! Плюс! Это очень важный момент. Этот голодный толстяк вампир! Оп! 94 урона. Ну ты понял, да? Плюс он вампир! Всё! Он тебя чуть-чуть побил и готов был. И бежим заново. Если вдруг не со стелса бить, не в бронированного врага, будет вот так вот. 15 очков. Ну неплохо, да, конечно? Ну ёп! 3 удара надо сделать, чтобы получить то, что ты получаешь за один удар. И он всегда разагревается. Оп! Мне кажется, это прям вообще слушает топ. Ну а теперь погнали ко второму способу. Лаборатория Генезис. Тот способ, которым я лично буду пользоваться. Как я и говорил тебе в прошлом ролике. В лаборатории Генезис можно 4 апкаста взять на увеличение урона. Это серьёзно, без Б. Эффект от мяса с приправой. Урон от огнестрела на 10% больше. Стандартный апкаст лекаря. Мы спустились. Ииии... Хо-хоу! Палач! Находясь близко к смерти, противник получает больше урона от огнестрела. Последний рубеж. Если у вас низкое здоровье, урон повышается. Полный желудок. Когда вы сыты, ваш урон повышается. И уверенность та самая. С каждым новым сектором урон эффективности медицины растёт. Насколько больше? В данный момент у меня процентов. Давай посчитаем. Намного. Намного. Прям намного? Да, прям ёп намного. Полный желудок 15%. Вот эта штука 12%. Потому что уже все 4 сектора пройдены. Итого 27%. Если хп моё ниже. 42. Плюс лекарь. И огнестрел 52. Ииии! Ещё палач ёп! Это дичайший просто скилл палач. И чё? И как этим безобразием пользоваться? И да, если у тебя вот здесь выпадает атаки противников, восстанавливают 10-25. То есть они вампиры. Это фантастика. Плюс их максимально здоровье увеличено на 15. И чё? Они толстые. И чё? Это очень хорошо для нас с тобой. Что? После того, как все 4 сектора ты пройдёшь и выберешь эти 4 апкаста, надо сделать. Надо найти мягкого кожиеда без брони. И пошла ёп жара. Давай ещё раз тебе покажу. Полный желудок, уверенность, палач. Вот это, в принципе, можно не брать. Это сложно реализуемо. То есть надо, чтобы у тебя было 30 и меньше здоровья. Но можно. Можно. Ёп! Как два пальца об асфальт. Показываю тебе вот на этом фантастическом парне. Ха-ха. Грязь. Давай ему стена. Вау! Чё, Вау? Ну ты чё, не понял, что ли? Ты не понял? Я 26 урона наношу с вшивого глока. Обычного, без модификаций. Чё теперь? Пускай кушает мужчина. Вот это уже расклад, да? А я тебе о чём? Смотри теперь. 28. Вот с этим можно не заморачиваться. Почему? Очень сложно вот тут стоять, её подмерять эти миллиметры, чтобы у тебя было меньше 30 уровень жизни. Поэтому я тебе рекомендую просто не париться. и вот так фигачить, ёб. Ну чё, как тебе? Фу ты, ёб. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Грязь. Давай, прошвырнёмся и попробуем найти мягких застранцев. Ядовитый плевун. Ядовитый плевун стопудово мягкий. Классный прям вообще парень. Но. Чё за но? Блин, ну... Его контролировать, короче, очень жёстко. Воу! Ха-ха-ха. Класс, да? 58 очков, ёб. Да ну ты, вы издеваетесь за сранц. Ну почему? 19 опыта. Это то же самое, что я по лесу буду ползать и со спины бить. Ты понял чё? Дубль 2, дубль 2. Мужчина в оранжевом костюме стопудово бронированный. Не сильно, но бронированный. Вот в этой комнате тоже я пропустил кожиедиков. Не знаю, кто тут трётся. Ну-ка. Стенатель. Учёный. 24 урона с трубы. Как проверять бронированный, не бронированный? 31 урон, видишь? Я должен был нанести 31, даже больше, потому что у меня всякие разные апкасты. Соответственно, бронированные. Вот так просто. Да. Вот стенатель, если я не ошибаюсь, он не бронированный. Но. Не, он тоже бронированный. А вот и этот засранец. Оп. Понял, да? Капец, 20 уронов. Ну, то есть, очень жёстко режут трубу. Кислотный. Кислотный красавчик нормалды, да? Единственное, он такой проблемный, слушай. Парень. Почему? Блин, он жёсткий. Кислотный он жёсткий, да? Он отнимает больно, плюс кислоту юзает. Ёб, промахов-то сколько мужчина. Разогнался. Вот этот скилл, как я тебе и сказал раньше, последний рубеж. Если у вас низкое здоровье. Хочешь, можешь и его юзать. Но, ёб, чё-то мне как-то не очень. Я ж буду много умирать, да? Много летать. Это чё попало? Я считаю, это совсем уже крайность. Давай попробуем, что значит, если воин из-за угла юзать с ним. Слушай, ну его в лицо прекрасно можно бить. Да? Ну, мне кажется, вообще прям нормалды. Ёб, ёб, ёб. Блин, единственное, когда блевотина, да? Тогда прям, слушай, больно. Друг, да задолбал ты. А здесь 12 за выстрел. А если ему уровень хп держать фиговый, тогда... Смотри, сейчас будет. Оп! 20 за выстрел! Ё-моё! Главное не убить, да? Ёлки-палки! Вот так? Блин, слушай, мне нравится, ёб. Оооо, мужчина-мужчин! Я 38 соскара наношу. Грязь какая, да? Как ему дать отъедться? Очень легко и быстро. Он отъедается на своей блевотине. Плюс... За каждый удар, да? Слушай, я вообще не вижу проблемы. Серьезно. Вот это даже, блин... Ну вот этот парень, вот пока просто у меня фаворит. Чесло. Я поэтому его не хочу убить. Ты понял, да? Тише, тише, тише. Разогнался. И он очень быстро отъедается. От блевотины, не от блевотины. И вот так по выстрелу бегаем, ёб, и делаем. Давай-давай-давай-давай-давай! Мужчина, живи! Ты мой фаворит! Ты мой номер один! Ну что? Ты готов увидеть этот эксперимент? Да, мы ещё зафиксируем с тобой уровень... Ну что, ты готов? Ещё мы зафиксируем с тобой время? Конечно же! Сколько я потрачу на то, чтобы разбомбить один Скар? Поехали! Ты что, дурак, что ли? Да ты мужчина! Ну почему ты так со мной? Слушай, ты спица... Нет, я не специально. Мне же теперь ещё надо найти этого где-то блевоточного. Ха-ха-ха! Ой, какой отстой, а! Ну это да, бывает, чё! Рукожопая не такие. Вот он, блевоточный. Ой! Ёп, сколько я стрельнул тебе, друг? 90 что ли? Ха-ха! Грязь какая! Слушай, лучше пока зафиксировали, да, не Скар? Почему? Скар слишком дерзкий. Да ну ты, ёп! Скар слишком дерзкий. Когда он критует, он наносит 90 урона! Чё, серьёзно, что ли, ёп! Вот это я понимаю, разогнали огнестрельчик, да? В общем, 35 с одного Скара, неплохо. Ну чё, давай подрезюмируем. Ёп, это такая дикость, это такая жесть. Ну, если хочешь, вперёд из песней. Самый простой вариант и максимальный профит, это труба в полицейском участке со спины. Он отъелся, ты разогрел, и опять, и опять, и опять. Блин, неплохо, да, в принципе, если у тебя есть время. Второй вариант, попроще. Просто идём с трубой в леса, не в леса, да, лучше красная локация. Подползаем, бьём со спины. Всех остальных просто расстреливаем, убиваем любым другим оружием. Только трубы меняем и со спины по лесам. Ну и третий вариант, я тебе показал, это не для всех аккаунтов. 4 скилла, и вообще. И достаточно быстро, но не так просто. Лаборатория Генезис. Друзья, с вами был Харди. Найти сбежавшего кота я пытался, я не смог. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Ты ещё не со мной? Подписывайся на канал на ютубе, на рутубе, яндекс, зен и вк. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках. Твич, Трова и Ютуб. Подписывайся на телеграмм, печка ТВ. И никогда не пропустишь выход нового ролика, стрима или розыгрыша. Удачной тебе ярмарки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok